Одна из задач национального проекта – это экологическое преобразование городов, модернизация инфраструктуры, озеленение и восстановление природных экосистем, борьба с затоплениями. Эксперты экологического совета при главе Сочи обозначили свои направления работы, а также вопросы, решить которые можно с помощью администрации. Например, создание карантинных зон и питомников для ввозимых в Сочи растений. Они позволят саженцам адаптироваться к микроклимату и снизить риски заражения. Важно также и сохранить зеленый каркас городской территории. В Сочи 13 лесопарков, которые нужно уберечь от застройки. Алексей Копайгородский поручил включить экспертов в рабочую группу по созданию сети особо охраняемых природных территорий курорта. Создание комфортных условий для отдыха, в том числе семейного и занятий спортом в парках – одна из важных задач. Поэтому нужна карта территорий предполагаемых парков, отметил глава города. «Поэтому вот предлагайте, говорите, где что надо сделать, какую площадку, где подсветку, где там те же дорожки, пешеходные, беговые. То есть это такая культура зелени, культура спорта, культура развития, время провождения мамы с детьми. То есть вот эта вся такая семейная, культурная, правильная, психологически настроенная компания даст серьезнейший результат». Эксперты обсудили также ход реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами и студенческое экологическое движение, в рамках которого проводятся мероприятия по экологическому просвещению, очистка парков, скверов и побережья, изучение современных технологий энергосбережения. Мэр рекомендовал усилить работу по анализу состояния сочинских рек, поскольку это напрямую связано с сохранением пляжной полосы. Помимо этого, экологический совет активно занимается работой по сохранению историко-культурного наследия. Она ведется по двум направлениям. В первую очередь, это проект «Золотое кольцо Басборского царства», который стал обладателем премии «Хрустальный компас». В ее рамках разработана программа «Ампсолида Сочи-2035». Она позволит привлечь интерес туристов к наследию Сочи как античного города. Другое направление работы касается сада-музея дереводружбы. Там будет создана площадка для реализации межгосударственных культурных программ. Саду необходим статус особо охраняемой природной территории. Проект был поддержан Российским фондом фундаментальных исследований. Алексей Копайгородский отметил, что все задачи являются важными и требуют комплексного подхода в работе экспертов, законодательной и исполнительной властей. Мэр дал поручение разработать дорожную карту по каждому из них и регулярно обсуждать ход работы на совместных совещаниях.